Училище Олимпийского резерва Команда города Москвы в последнее время выиграет все тяжелотехнические соревнования Рядом со мной находится Александр Дмитриев, мальцебеседник, тренер, мастер спорта, чемпион Европы среди юношей Он является тренером и руководителем в этом училище И сейчас покажет нам и расскажет, в каких условиях здесь спортсмены тренируются, проведет по залам Покажет ту техническую базу, которая есть на базе училища И я передаю слово ему На данный момент я являюсь начальником отделения тяжелой атлетики Пока что не тренирую ребят В дальнейшем, надеюсь, вернутся к тренерской работе А сейчас мы можем пройти, посмотреть, как складываются будни в нашем училище для наших спортсменов Давайте начнем знакомство наше с этого места Здесь непосредственно парковка, мы уже находимся в центре самого училища Отсюда мы можем увидеть, что здесь в самом училище есть женское общежитие На первом этаже которого находится медицинский центр У каждого отделения есть свои прикрепленные врачи, которые занимаются непосредственно данным отделением Здесь живут спортсмены различных видов спорта Это велоспорт, грибные виды спорта, триатлон, еще многие виды спорта Здесь у нас находится мужское общежитие На первом этаже находится столовая Если посмотрим чуть правее, здесь у нас располагается учебное здание Давно, когда-то спортсмены из общежития переходили непосредственно в учебный корпус по улице В холодное время года, скажем так, да, там спортсмены с тетрадками ленились одеваться, бегали туда-сюда, простывали Поэтому было третье решение сделать подземный переход Когда мы пойдем внизу, мы подземный переход в общежитие к самому учебному корпусу Дальше тоже относительно новое здание у нас Это большой, отдельно практически стоящий зал тяжелой атлетики Вот там он находится Это непосредственно зал тяжелой атлетики, который открылся относительно недавно Но уже на данный момент в нем тренируются порядка 50 человек Зал включает в себя 15 соревновательных помостов Один, извиняюсь, 15 тренировочных помостов, один соревновательный и один с тензоплатформой Мы это увидим попозже, где ведется биомеханический контроль техники выполнения упражнений Если мы посмотрим внимательно, увидим сам большой зал, переход И еще один небольшой залчик непосредственно в корпусе обучения То есть это тот зал, который был изначально на 6 помостов Сейчас он используется в качестве разминки на соревнованиях Войдя непосредственно в училище, мы видим наших чемпионов Чемпионы по всем видам спорта, которые представлены в училище Можем видеть таких спортсменов, как Оксана Слевенко Алексей Свирин Виктор Ан И еще много и много других спортсменов Которые учились в нашем училище Теперь пройдем по пешеходному переходу, который ведет нас Из учебного блока непотребственного общежития Который находится под землей Который был сделан для того, чтобы спортсмены не простывали, не простужали Сейчас мы находимся в историческом зале тяжелоатлетики Который изначально был в училище Писковизеру номер 2 Зал состоит из 6 помостов Недавно отремонтирован Раньше здесь, в принципе, ютилось все в отделении тяжелой атлетики Тренировались по 2-3 человека на помостах Достаточно тесновато для ребят было Но это не мешало им занимать высокие места А сейчас, благодаря усилиям многих людей В том числе президента Московской Федерации Максима Глиныча Атума Джидова Благодаря директору училища Писковизеру номер 2 Захару Андрею Анатольевичу Был построен великолепнейший зал тяжелой атлетики Также уникальность училища как сооружения В том, что спортсмены могут ходить из одного зала В зал, скажем так, в медицинские кабинеты В общежитие, в учебные кабинеты Могут ходить практически в тапочках Несмотря на свою простоту кажущуюся То есть это, скажем так, продуманная конструкция Которая позволяет нам тренироваться и зимой, и летом Зимой, соответственно, у нас стоит подогрев Который позволяет сохранять оптимальную температуру для тренировок Как в коридоре, непосредственно, да Переходящем из разминочного зала в основной Так и непосредственно в самом зале Сейчас мы находимся непосредственно в зале тяжелой атлетики Носительно новом зале с красивой архитектурой В основе которого лежат деревянные арки Сверху накрыт пластиком Двуслойным, между которым находится воздух Что позволяет сохранять тепло Также тепло позволяют сохранять конструкции Инфракрасные обогреватели И воздушные нагнетатели, вот эти черники Которые были установлены чуть позже Для того, чтобы климат был еще теплее и комфортнее в зале Зал включает в себя, как я уже и говорил Один соревновательный помост 15 тренировочных помостов И за соревновательным помостом находится Тензоплатформа с системой видеоконтроля Видеоконтроль используется на тренировках на дальнем помосте И при соревнованиях он устанавливается на определенные кронштейны Чтобы можно было взять информацию именно непосредственно с соревнований Также этот зал обладает всеми характеристиками Для проведения соревнований любого масштаба Очень часто и много проводится первенств Москвы Чемпионатов, кубков Москвы по тяжелоатлетике в этом зале Также на данный момент мы готовы для турнира На который всех, в принципе, и приглашаем Открытые московские соревнования «Олимпийские надежды» То есть уже с 28 по 30 сентября мы будем ждать вас здесь На данный момент отделение тяжелоатлетики составляет 42 человека Для того, чтобы поступить в училище Олимпийского резерва Надо соответствовать определенным требованиям Во-первых, по возрасту Обучение в училище Олимпийского резерва начинается с 8 класса Мы можем начинать с зачисления спортсменов С 8, в 8, в 9, в 10, в 11 класс И, соответственно, после окончания 9 и 11 класса Мы можем брать на СПО специальное педагогическое образование Помимо того, что спортсмены должны хорошо учиться Должен быть достаточно высокий балл учебный Соответственно, они должны обладать и определенными результатами в тяжелой атлетике Этими результатами как минимум для поступления в 8 класс, в 9, должен быть первый спортивный разряд Для поступления на СПО минимум кандидат, а желательно и мастер спорта Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...